Продолжение следует... ...квантовая механика симплектической идеи. Давайте сначала я вам расскажу, что такое элементы симплектической геометрии. А потом уже перейдем к квантовой механике. Самое-самое простое. На уровне линейной алгебры и только. Значит, ну вот если у нас имеется исключительное пространство, над полем вещественных чисел размерности 2n с базисом E1, E1', En, En'. Значит, мы назовем его симплектическим пространством. Есть ли заданное скалярное произведение двух векторов? Вещественное. Котосимметрическое. Котосимметрическое. Что означает, что при перестановке вырезает минус и невырожденное. Невырожденное. Невырожденность... Ну, давайте так. Невырожденность скалярного произведения так обычно означает... Вот что такое. Если у вас есть любой вектор, то найдется какой-нибудь другой вектор, который с ним имеет неналевое скалярное произведение. Это общее понятие невырожденного скалярного произведения. Симметричного, несимметричного. Невырожденное. Ну, в данном случае есть несложное упражнение, состоящее в том, что существует базис. Базис. А вот базис. Вот он такой. Существует такой базис, что Е и Е штрежи есть Дель трижи. То есть это есть единица, если Е равно Ж, и ноль, и не равно Ж. Ну, а Е и Ежи равно Е штрих И Е штрих Ж равно нулю. Это первое, это второе. Вот такой базис. Он называется канонический базис. Канонический базис. В механике базис подобного рода называется обобщенные координаты и обобщенные импульсы. Нас этот термин нам не интересен. Мы не собираемся применять это к обычной механике. Пространства подобного рода возникают из механики, классической механики. Очень важно, например, что скалярный квадрат вектора любого равно нулю. Это очень важное союз. В механике это свойство отвечает за закон сохранения энергии. Вот. Поэтому мы и вынуждены работать с костсимметрическими скалярными произведениями. Невыраженные скалярные произведения такое, что скалярный квадрат любого вектора равен нулю бывает только костсимметрическим. Симметрических скалярных произведений таких не бывает. Это выражает закон сохранения энергии. Ну вот. Это симплектическое пространство. Чем отличаются они от обычных пространств симметрическим скалярным произведениям? В современной математике существует большой раздел. Называется симплектическая геометрия. Выдающиеся ученые этим занимались включая моих друзей например лауреата премии Абеля этого года Миши Громова и других знаменитых представителей Ленинградской школы с которыми я как раз совсем недавно общался. Давайте я приведу важный пункт который мне нужен и который отличает эту любое скалярное произведение порождает в каком-то смысле подобие геометрии. Как понял еще Римман скалярная геометрия порождается скалярными произведениями а совсем не метрикой длиной и так далее. Вот это так сказать пусть этим занимается какая-то другая наука длиной метрические пространства геометрия это скалярное произведение вот это вот надо запомнить начиная с Риммана это фундаментальная идея математики и вот и симметрические костсимметрические скалярные произведения очень много дают. Значит давайте введем понятие важное да это пространство называется симплектическим пространством а в механике есть другие термины для этого оно еще называется фазовым пространством например фазовое пространство фазовое пространство это тоже стандартный термин симплектическое пространство термин линейной алгебры давайте введем термин называем лагранжево подпространство линейное подпространство L называется лагранжевым подпространством симплифтическом пространстве со скалярным произведением, если и только если скалярное произведение есть сождественной ноль для этой кси чаще в этом подпространстве. Размерность таких подпространств обязательно не превышает размерность всего пространства. Значит, вот рекомендую желающим в качестве элементарного половины размерности пространства. Вот как здесь написано. Рекомендую это в виде упражнения. Элементарного упражнения на линейную алгебру. Нас вообще мы будем использовать этот термин только для случая наиболее интересного, когда k равно n. Вот этот случай будет нам наиболее интересен. Ну, например, давайте смотреть. Если у нас есть канонический базис, у нас сразу есть два лагранжевого подпространства. Это пример. линейная оболочка векторов E1, E, N и линейная оболочка векторов E1, E, E, N. В механике эти пространства называются, соответственно, координаты и импульсы. Координаты и импульсы. Два. Вообще, видите, можно так сказать, что такой канонический базис представляет собой выбор пары трансверсальных лагранжевых подпространств базисами. Одно из которых мы назовем координатами, другое импульсами. Много других есть. Давайте спросим, сколько их, сколько лагранжевых подпространств есть в этом деле. Ответ следующий. Давайте введем комплексную структуру. Моним единица, но E штрих и G. Это базис. Z, A. Z, G. Вот базис такой введем. И будем считать, что это пространство комплексное пространство. Из R2N мы переходим к комплексному пространству. Линейные комбинации. Комплексное пространство размерности N это то же самое, что комплексное. Давайте так. Определим следующее. E штрих G есть I на E житая. Дайте я прошу извинения. E штрих G это есть мнимая единица на E житая. Вот введем такое правило. Будем считать, что E штрих вектора, базисные вектора, вторая половина является мнимой единицей умноженной на вот первые вектора. И давайте комплексное пространство порожденное векторами E1EN возьмем. Но здесь на самом деле уже содержится все это пространство. Потому что видите, умножишь базисный вектор на мнимую единицу и получится вторая половина. Поэтому это вот все. Давайте так. Смотрите то, что там было. Вот так. Это комплексное пространство. Есть такая лемма, доказывать которую я сейчас не хочу, которая представляет собой неплохое упражнение. Оно состоит в следующем. Что любое лагранжево подпространство, любое лагранжево подпространство, можно получить следующим образом. Взять унитарную матрицу N на N и применить А, матрицу А, к базису E1EN. Вот получится унитарное преобразование, примененное к этому базису. Унитарное. И давайте смотреть. Одномерное подпространство. N равно единице. E1 E'1 равное IE1. Вот. Но у нас есть E1, унитарная матрица А, это просто число, модуль А равно единице, АЕ1 равняется вещественной частью E1 плюс мнимая часть, умноженная на E1. Однако это есть AR E1 плюс мнимая часть E'1. Правильно? Значит, собственно говоря, любой вектор получится. здесь вектор. Вы же и так знаете, что любой вектор всегда на любом летнице тогда возникновение вот все, собственно говоря, мне этот факт нужен. Отметьте. Ну, значит, вот, я его доказывать не хочу, предоставляю вам. Вот надо любое лагранжевое пространство получается таким образом. Взял, надеюсь, что, так сказать, наши слушатели, все, вот, унитарные матрицы надо знать, что такое, очень важное понять. Кстати, между прочим, знаменитые ученые конца десятых годов, вот это и было главное открытие Швёдингера, что, вообще-то, квантовая механика похожа на уравнение Максвелла для электромагнитных волн, но с одним важным отличием. Мне нельзя построить безмнимой единицы. Вот это вот мнимая единица необходима. Поэтому унитарные... Кстати, безмнимой единицы также нельзя построить главный раздел современной геометрии, вот, Теллерову геометрию, которая объединяет алгебраическую и Римманову геометрию и симпликтическую геометрию. Вот тоже нельзя. По тем же причинам нельзя построить безмнимой единицы. Унитарные преобразования Это очень важное преобразование. Ортогональное преобразование – это вещественная часть планетарных. Вот, видите. Так что, на самом деле, в одномерном случае любое подпространство Лагранжева, а в двумерном случае это так и будет. Нет, тут уже их будет меньше. Ну вот, это иллюстрация простая. Давайте мы, значит, вот это вот существенно. Давайте спросим, сколько Лагранжевых подпространств? Сколько их? Сколько их? Лагранжевых подпространств. Значит, я утверждаю следующее. Вот эта вот унитарная матрица, конечно, производит любое Лагранжевое пространство, если ее применить вот к этому стандартному пространству Е1, Еn. Возьмите его оболочку с вещественными только коэффициентами. Это будет вещественное пространство размерности n. К нему, вот к этому вещественному пространству можно применить унитарное. Вот, собственно, базис из векторов АЕ1, АН. Значит, поэтому их не больше, чем ортогональных матриц, унитарных матриц. Но бывает, что разные унитарные матрицы дают то же самое. Ответ очень простой. Матрица А' равная А, умноженная на ортогональную матрицу, дает то же самое, прям, Лагранжевое подпространство. Почему? А потому что ортогональная матрица сначала кручит это пространство, вещественное, если взять, по себе. Только потом вы применяете унитарное преобразование. Это линейное пространство, то же самое, только с другим базисом. Поэтому Лагранжевых подпространств, так сказать, если с точностью до ортогональных замен базиса, их вот сколько. Это... Значит, А можно считать, что это элемент из унитарной группы, фактор по ортогональной. Унитарное преобразование с точностью до правого умножения на любое ортогональное преобразование. Это ровным, что элементы понятия группы плюс смежный класс, так сказать. Вот множество смежных классов образует нам вот это то, что называется. Фактор группы-то нету, потому что ортогональная группа не является нормальным делителем. Но фактор пространства, однородное пространство, важнейшее однородное пространство, оно называется Лагранжево-Грасман. Лагранжево-Грасман. Грасман это, как называют, многообразие, точками которого являются, скажем, вообще, камерные плоскости в эсклидовом пространстве какой-нибудь большой размерности. А фактор это по ОН или по ОН, коррек, ОН? Нажимается, по-говороте, И. По ОН. Просто по размерности не получится. Ваш крест, я не знаю, хоть слишком наивные соображения показывают, что Лагранжево-Грасман больше, чем то, что вы мне сейчас сказали. С одной стороны. Только. Значит, вот совокупность таких вот плоскостей образует нам вот такое вот многообразие. Дайте мне сейчас привести вам в качестве примера, пример Лагранжево, вот реализации этого объекта, который на самом деле будет у нас возникать из квантовой механики. Могу вам поручиться, три недели назад на конференции в честь моего друга Виталия Мильмана на Мертвом море, я уяснил, что крупнейшие специалисты по симпатической геометрии, Громов или Асберг, незнакомы вот с тем, что я вам сейчас скажу. Вот задайте сейчас, да, и вот у меня выясняли подробно. Поэтому из квантовой механики приходят, эти величины приходят, как говорят, в других очках, в которых специалисты их не узнают. Вот. И поэтому о нашей задаче, так сказать, эти два образа сопоставить. Давайте зададим такой вопрос. Вот мы знаем с вами, что такое унитарная матрица, да? Договорились, что знаем. Если не значит, что такое унитарная матрица, то мой сегодняшний лекций не надо слушать. Бесполезно. Вот спросим, что такое множество всех унитарных матриц? Мы знаем, это группа, унитарная группа, фундаментальная группа. Вот зададим такой вопрос. Что такое множество унитарных матриц, которые плюс к тому еще симметричны? Симметричны. Матрица. Пусть унитарная матрица S имеется. И мы знаем, что она симметрична. Вот что это такое за объект? Сколько их? Прошу вас. Она симметрична или... Симметрична. Никакой эрмитовости. Забудьте, пожалуйста, компрессные числа есть, черты нету. Унитарная симметричная в наивном смысле матрица. Вот что это за объект? Так, что это за многообразие? Множество. Давайте докажем сейчас следующий лему. Два. Множество таких унитарных матриц есть. Ун, по-моему, тоже. А сейчас другая реализация Лагранжева-Грасвана, которая будет играть у нас роль. Она будет называться квантовой матрицей рассеяния. И она всегда является симметричной. Да, я просто вам говорю, что чистые математики не знали этого. Напротив, крупнейшие специалисты по телевизору России, близкие к математике школы Фадеева, Фадеев, Ленков, которое установлено было в июне месяце этого года, незнакомы с основной симпатической геометрией тоже. И, кстати, симметрия такого фундаментального объекта, как матрица рассеяния, в этой науке не была известна. Она всегда симметрична. Давайте мы сейчас увидим, почему это так. Докажем это. Во-первых, такую матрицу С симметричную можно представить в виде вот таком, где А – произвольная унитарная матрица. Можно представить в таком виде. Проверьте по размерности около единицы, что это правильная размерность. Ну, давайте заменим А на А' на ортогональную. Тогда мы будем иметь АООТАТ. Но я смею сказать, что это то же самое, что ААТ. Это то же самое, поскольку эта часть сократится. Ортогональные матрицы, умноженные на себя, равны единице симметрично. Поэтому видите, что унитарная матрица, произвольная здесь, она тоже определена с той же самой точностью. Поэтому это есть, это многообразие. Вот я дал такой набросок. Значит, вот, как говорят, действительно, совокупность таких многообразий действительно есть в Агранже и Уграсме. Таких унитарных симметричных матриц. Вот это вот, давайте мы, теперь давайте, вот это вот мы запомнили, запомнили, что вот унитарные симметричные матрицы, в каком-то смысле их ровно столько же, сколько лагранжевых подпространств. Как вы капецки устанавливаете? Очень просто. Я беру, представляю унитарную матрицу симметричную через А на А транспортированную. Ну и вижу все. Это такое квадратичное отображение унитарной группы себя есть, которые прямо на Лагранже и Уграсме отображаются. Прямо вот, ну уж дальше надо проверять там, что это взаимно однозначный гомеомархизм. То есть это вот, да, все абсолютно точно, никаких там окрестностей единицы, ничего, все, это просто изомархизм и все. Вот так сказать, да. Весьма полезная конструкция в какой-то другой области. Вот давайте мы сейчас поймем, почему это нам, где это у нас возникает. Вот это вот, объекты такого рода мы будем называть матрицами рассеяния квантовой теории. А Лагранжевые плоскости мы будем называть объектами синтептической геометрии. То есть это один из самых-самых-самых фундаментальных, чем синтептическая геометрия отличается от эсклидовой. Под наличием Лагранжевых пространств, под многообразие и так далее. Вот давайте так. Возьмем базис, синтептическое пространство, R2N, с базисом E1, E'1, E'1, E'1. Вот зафиксируем базис. Возьмем, забьем просто базис и все, менять его не будем. И назовем это каждую пару, E и E' жектрих, назовем конец. Конец или еще хвост. Конец или хвост. Понятно, да? Значит, давайте будем считать, что Е житое, скалярное произведение. Ну, давайте для простоты назовем, что это К, где К не равно нулю. А вообще это, так сказать, К можно считать равным единице, но у меня, так сказать, вот я, кстати, величину К квадрат я назову энергией. Ну, важно, что базис это, не ноль. Нет, одно и то же. Вот чего, одно и то же. Вот надо будет, чтобы одно и то же было. Камния вещественная. Значит, квадрат положительный. Вот пример. Значит, прекрасная реализация. Давайте пример приведу. Е1 равняется синус Х, КХ. Е1 штрих равняется, извините, косинус Х, а это синус Х. Значит, скалярное произведение Е1. Е1, Е1. Ж1. Давайте Е1. Давайте обозначим это. Фи, а это пси. Сейчас, сейчас. Фи штрих пси минус Фи штрих фи. Ну, тогда величину возьмем. Ну, спустим, это равно К. К или минус К. Хорошая синусы. Я сразу реализацию в анализе. Детерминант Вронского называется вот эта вот величина. Проверьте. Косинус штрих, это что такое? Это минус синус, да? Пси. А ну, пшер. Минус. Минус. Минус К. И давайте. Фи штрих равняется минус К. К. Синус К. Х. Си штрих равняется косинус К. Косинус К. Косинус штрих есть минус синус, синус штрих есть косинус. К на косинус. Ну, вот возьмите, учитывая, что сумма квадратов косинуса и синуса равна единице, то вы получаете, что это есть минус К, вот, умноженное на единицу. То есть, ну, минус К. Это пример, который нам нужен. Давайте. Территор, у вас Е1 или это Е1? Ну, Ежитое можете считать. Давайте. Хорошо, возьмем Жи. У меня в каждом, я в каждом хвосте такую реализацию возьму. Вообще, у меня на самом деле будет, у моего пространства будет несколько хвостов. И в каждом хвосте у меня будет вот сидеть свой такой объект. Ежи. Ежи так. Вот. Ну, и давайте еще предположим, что у меня задана лагранжевая плоскость. Лагранжевая, лагранжевая плоскость. К максимальной размерности. К равно n. К равно n. Значит, все вещественно, все это над полем вещественных чисел. Надо помнить, определено. Здесь существенно, что все, о чем я сейчас говорю, определено над полем вещественных чисел. Поскольку я буду работать с комплексными числами тоже. Никакой уважающий феофизик синуса и косинуса не напишет. Это вот у нас на мехмате гениальный современный математик Андрей Николаевич Калмогоров ненавидел комплексные числа, боролся. У нас в ригдах Фурье были. Никто никогда, как говорят, достижений Эйлера не использовал. Но Александр Александрович Кириллов кивает. У нас были только синусы и косинусы. Что делало себе формула Фурье-анализа? Это, на самом деле, кривиальные. Жутко дикие выглядящие. Противно на них смотреть, да было. Калмогоров, кстати, истребил комплексные числа и в школе. Потом тоже в это боролся. Это, видимо, русская традиция. Еще Чебышев ненавидел комплексные числа. Но Чебышев не был лидером мировой науки, в отличие от Калмогорова. Что уже более странно. Да, это вот любопытный феномен. Но мы... Конечно, я вообще предпочту иметь дело с таким. На руке. Правильно. Извините, пожалуйста. Прошу извинения, да. Значит, у меня имеется функция, которую я обозначу Пси плюс минус. Пси минус есть Пси плюс чертой. С чертой минусом И по таймам. Верно. Верно. Вот. Давайте так поставим. Поступим. Комплексифицируем наше симплектическое пространство. Мы, просто говоря, рассмотрим комплексное пространство с тем же Бальцем. Ничего больше. Почему бы и нет? Так, надо помнить, что у нас лагранжевая плоскость, которая в нем задана, была определена над полем вещественных чисел. Что она, так сказать, была определена до комплексификации. Комплексифицируем все. Что это значит? Это значит, что мы введем базисы ЕЖ плюс-минус равное ЕЖ плюс-минус ИЕ штрих Ж. Вот такой базис введем. Введем такой базис. Извините. Мы вводим комплексное пространство, удвоенное, с базисом ЕЖ и Е штрих Ж. С тем же базисом, но над более широким полем. А теперь мы сделаем вот такой трюк, который делают с комплексных чисел. Мы вместо базиса ЕЖ и Е штрих Ж, возьмем и как бы воспользуемся базисом Е плюс и Е минус. Комплекс с сопряженными друг с другом. Так делают в обычном комплексном анализе. З и З чертой берут. Такой вроде аналог базиса, но в которой, так сказать, картинкой не нарисуешь в базисе. Комплексный, когда определяют дифференциал функции комплексного переменного, вот мы будем пользоваться вот таким базисом. Вроде базисом. И давайте мы сделаем следующее. Сделаем следующее. Вот у нас есть Лагранжевая плоскость L. Лагранжевая плоскость L. И в ней есть... Она не дваэнмерна. Она энмерна. Была одинэнмерна, но отпорена действительно к чиселу еще. В ней можно выбрать такой базис. Е1 плюс сумма. С1G. Вот такой базис. Выберем такой базис. Это базис, конечно, видите, он уже с комплексными коэффициентами написан. Значит, это базис, на самом деле, как бы комплексифицированная Лагранжевая плоскость. А это энмерная. Вот это вот то, что здесь называется, S, Q, G, называется матрица растения. Матрица растения. Вот это вот фундаментальный термин. Этот объект мы называем матрицей растения. Каждую пару мы называем Ежи концом или хвостом. Е плюс мы называем входящей волной. Е минус мы называем выходящей волной. И то, что здесь написано, мы называем матрицей растения. Разумеется, матрицу растения можно определить не только для того, в случае, когда подпространство Лагранжево, а для любого энмерного подпространства вещественного. Матрица растения, систем, о которых я скажу, когда магнитное поле тождественно равно нулю. Без магнитных физических систем. Это не блокаджево. Обратимся к квантовой механике скоро. Какая у нас будет физическая система. Так или иначе, то, что я сейчас определил, это строгое определение объекта симплектической геометрии или линейной алгебры, которая не требует ничего знания. Вот вы берете линейное вещественное пространство с базисом. Базис фиксированный. Это канонический базис. Е1, Е1 штрих. Это первый хвост. Е2, Е2 штрих. Второй хвост. Ну, там и так далее. ЕН, ЕН штрих. ЕН-тый хвост. Базис у меня забит. Я не буду базис крутить больше. Он у меня раз навсегда ковышками забит. И будет иметь прямой физический смысл. Теперь, значит, я называю. Давайте я терминологию введу. Е плюс житая. Сходящая волна. Е минус житая. Выходящая волна. С и ж. С ку-жи. Матрица рассеяния. Рассеяние. Значит, мое представление об этом предмете состоит примерно в следующем. Наивное. Что я имею систему, у которой N хвостов ходят в бесконечность. Граф. Как бы такой, с N хвостами. Ну, скажем, прямую можно представлять себе, как что-то вроде графа, у которой два хвоста. Проба прямая, то есть с одним хвостом. Вот. Два, вот. Ну, хвостов. N штук. Значит, из кутового хвоста приходит входящая волна. Рассеивается, рассыпается на выходящие волны. И вот с такими коэффициентами. Процесс рассеяния определяется конкретной квантовой системой, которую мы опишем. Нам важно только одно в данный момент. Мы хотим установить общие свойства этого. Ничего, кроме линейной алгебры, нам знать не надо. Мы знаем только одно. Но мы знаем, что вот эта матрица, когда мы определяем ее, определяется здесь в агранжевой плоскости. Это отдельный вопрос. Как говорят, верификация этого... Надо сначала пойти в квантовую механику, там, прочее, чего мы еще не начинали делать. Вот такую геометрическую ситуацию мы описали. Симплетическое пространство, фазовое, двоймерное, пространство хвостов. В нем лагранжевое подпространство, определяющее процесс рассеяния, все, приданное энергии. И в нем вот базис такой берется на... Базис... Вот если у меня имеются хвосты фиксированные базис, то вот здесь базис лагранжевой плоскости однозначно определен. И вот этот объект называется матрицей растения. Я сейчас докажу теорему, что матрица, вот эта матрица, которая здесь, является унитарной и симметричной. Это мы докажем такую теорему. Значит, вот это будет наша, так сказать, база нашего первого маленького курса симплетической теорематрией. Основной результат. Вы помнили слово энергия, я сейчас произнося здесь, вы помнили слово энергия. Еще раз помните его. Ну, все, что я здесь рисую, происходит при одной энергии какой-то фиксированной. Вообще говоря, лагранжевая плоскость зависит от энергии. Поэтому у меня будет матрица растения, тут зависит от параметра, который называется энергия. Ну, при каждой энергии вот такая симплетическая геометрия. При разных энергиях разная. Энергия в данном случае не более чем параметр, от которого это все зависит. Я просто, вот здесь конкретно, вот видите, я сказал, какими функциями реализуется это все тривиальным образом. Давайте мы сейчас докажем эту теорему. Теорему сформулируем и докажем. Полезно это доказать. Это полезно доказать. Теорема. С лежит в унитарной группе. С, Т равно С. Мы идут теорем. Ну, давайте доказать, доказать, что берем. Давайте, во-первых, заметим следующее. Е плюс, житое с чертой, есть Е минус житое. Извините. Правильно? Мы знаем. Значит, видите, мы все-таки помним, что нас над полем действительно в числе. Все. Мы комплексифицировали, но вот, как говорят, у нас есть черта. Как говорится, самая скромная, но самая важная из существующих в мире групп Галуа, как говорится. С этого расширения. Вот. Значит, давайте возьмем следующее. Это базис. Е плюс Qt плюс сумма. С. Ку жи. Е минус житое. Сумма, естественно, по житое. Вот этот базис. Обозначим этот базис на и вектор через фи Qt. Возьмем С, Qt с чертой. Подвернем это черте. Правильно? Ну, черта это автоморфизм поля. Что мы получим? Вот это вот будет равно Е минус Qt. Это будет равно сумме С с чертой Q житое, Е плюс житое. Вот к чему пришло наше... Ну, заметьте. Вот домножим на эту матрицу в минус первой степени. Мы вернемся к этому торгисту, к первичному торгисту. Из этого я делаю вывод, что Е плюс житое не равно, извините, я не пишу, плюс. Это базис. Вот этот базисный вектор я подверг операции комплексного сопряжения. В правой части равно Фи с чертой. С чертой. Теперь, значит, давайте вот то, что получилось, давайте домножим на эту матрицу в минус первой степени. Вообще то, что получилось, вот что. Е минус житое. Ну, давайте. Если домножить на эту матрицу в минус первой степени, будет следующее. Е плюс житое плюс С с чертой. Давайте индексы запишу, а сразу Е плюс для всех же. С с чертой минус первой Е минус. Вот что у меня получилось. Я имел такой базис, домножил на это. Но это, в силу вещественности, моей исходной лагранжевой плоскости, это тот же самый базис. Отсюда я делаю вывод, что С с чертой минус первой равно С. Поскольку Л, лагранжевая плоскость, вещественна. Это вещественно, определена над полем действительных чисел. Я пока, заметьте, ничего не сделал, потому что я использовал только вещественность. Я не использовал лагранжевость. Это всегда так. Вот это всегда так. Для любых вещественных и номерных подпространств Л. Этот базис. Это всегда так. Я еще не использовал лагранжевости. Между прочим, я унитарности матрицы С тоже еще не доказал. Я доказал вот что. С с чертой минус первой равно С. Вот что я доказал. Ну а дальше давайте возьмем... Я утверждаю еще, что СТ равно С. Это вторая часть. Вот это лагранжевость просто. Я просто возьму скалярное произведение Е плюс ЖТ плюс сумма СКУ ЖТЕКУ плюс Е минус ЖИ. Сумма, скалярное произведение СЕ плюс ПТ плюс сумма СССЕ минус С. Давайте возьмем скалярное произведение и вспомним. Мы же имеем дело с лагранжевым подпространством. Что-то, между прочим, равно нулю. Вот это вот нуль. Это Лагранжево подпространство. Это скалярное произведение равно нулю. Поскольку это базис в Лагранжевом подпространстве. Может быть, после комплексификации от этого не перестало быть Лагранжевым комплексом. Это ноль. Я утверждаю, что это означает, что это вот матрица С симметрична. И ровным счетом симметрии означает ровно Лагранжево. Ну давайте смотреть. Почему она симметрична? Сразу вот из этого вытекает. Что это симметричная матрица. Давайте мы симметрию ее установим. Давайте ЕКУЕ плюс с Е плюс. Так. Е плюс КУ с Е плюс П. Это ноль. Теперь это с этим. Давайте посчитаем. Давайте посчитаем, что такое Е плюс С. Е плюс КУ равно нулю. Всегда. Е минус П с Е минус КУ равно нулю. Ну а Е плюс П с Е минус КУ равняется какой-то дельта ПКУ, умноженной на какую-то ненулевую константу альфа. Альфа не равно нулю, которая меня вот здесь и интересует. Не играет роли. Вы поедете. Одна и та же для всех. Дельта ПКУ это есть единица, если П равно КУ. И ноль, если П не равно КУ. Это единичная матрица. Извините, у меня здесь равенство. Это равно дельта ПКУ. Ну и давайте посмотреть. Это с этим ноль. Это с этим ноль. Значит, квадратичного выражения ПС не появится. Это с этим даст С КУЖИ, а это вот с этим даст С наоборот, в точности. Будет у нас, ну, со знаком минус. Почему со знаком минус? Потому что скалярное произведение костериметрично. А, Б скалярное равно минус БА. Здесь Е плюс КЕ минус, а здесь Е минус Е плюс. Это минус то же самое. Поэтому у нас бы будет С КУЖИ равняется С Ж КУ. Ну, вот. С КУЖИ минус С Ж КУ равно нулю. Вот наш вывод из этой формулы. Вообще, когда вы имеете дело с лагранжевой плоскостью, то свойство лагранжевости, оно именно отражается в том, что эта матрица симметрична. Вот это оно и есть. Она симметрична всегда. Это ее фундаментальное свойство. Кстати, именно доказательство этого свойства я отсутствовал в физической литературе. Из-за непонимания алгебраического аспекта ситуации. Вот это вот теорема. Ну, если что-то я упустил в исполнении этого в порядке упражнений по линейной алгебре, я предоставляю вам. Здесь ничего больше нет, кроме того, что я сказал. Это упражнение по линейной алгебре. Сейчас, а унитарность? Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть. Правильный вопрос. Да, я не доказал теоремы еще. Надо унитарность доказать. Я доказал симметрию, и я доказал вот это. Ну, извините, С с чертой минус первой равно С, и СТ равно С. Разве отсюда не вытекает, что матрица С унитарна? Она унитарна и симметрична. Этлогранжевость дает это, а вещественность дает это. Если бы, так сказать, вот... Вот это вот, пожалуйста, значит, наш курс симпатологической геометрии на этом завершается. Так, видите, почти. Вы, правда, закоминали, что где-то тут энергия. Опять же, я не вижу никакой энергии. А, естественно, нет. Я сказал, что мы обсуждаем симплектическую картину при данной энергии, то есть в обычных, в конечномерных пространствах. На самом деле, в реальных применениях, это вот под пространство, Эль, будет зависеть еще от энергии. Поэтому матрица растения будет зависеть от энергии. Вот Эль под пространство будет зависеть от энергии. Вот это вот. Ну и матрица, значит. Ну, этот результат можно было бы с самого начала предвидеть, потому что мы знаем, что, ну, правда, вот свойство лагранжевости означает симплектичность, что вот унитарная матрица... Конечно, унитарная матрица растения в реальной физике, она всегда унитарна. Вообще, если вы развиваете теорию растения в физической литературе, и не доказали унитарность матрица растения, вам никто в печать работает и пустит. Скажет, что иди домой. Таким матриц растения не бывает, которые не унитарны. А вот симплектичность ее, это специфическое свойство вещественности. Оно по разным причинам вообще не отмечается в литературе. По литературе, по квантовой механике оно сбито, смещено несколько. Я этим своим открытием горжусь. Я это сделал в работе 1997 года. Кстати, ее подробный вариант опубликован год спустя, длинный, в сборнике в честь еще 60-летия тогда Арнольда. Но вот я сейчас к этому вернулся, потому что я убедился, что простые идеи симпатической геометрии с одной стороны до сих пор не понимают и не принимаются лучшими специалистами по телературе растения. Включая нашу петербургскую школу, до сих пор не понимают. А с другой стороны, лучшие специалисты по симплектической геометрии до сих пор не владеют представлением о тем, какие симплектические картинки встречаются в квантовой механике современной. Поэтому я сейчас к этому возвращаюсь. То есть, таким образом, у нас симплектическую картинку, я вам, надеюсь, в той мере, с какой я мог, объяснил. Если доказательство недопонятно, то его можно просто повторить на уровне элементарной линейной алгебры. Это дело простое. Вот действительно, почему и где это возникает. Значит, симплетической геометрией мы покончили. Мы покончили с симплетической геометрией, нам нужно только получить симплетическое пространство, Лагранжево подпространство где-то в нем, значит, вот. Ну, и там с ним уже связывают матрицу рассеяния. Но мы знаем, кстати, Фадеев и Венков вот спорили друг с другом, вот как Фадеев хотел бы интерпретировать, что у них есть замечания, что вычисленные там для ситуации, там, Сельберга, матрицы рассеяния, на самом деле, что они заметили, что она симметрична. Но Венков выражал в этом сомнение, что надо оттуда это извлекать. То есть это, значит, вот... А на самом деле это является общим фактом, который всегда верно, и доказательство это занимает пост традиции. Вот. Теперь, значит, давайте мы обратимся к квантовой механике. Что такое квантовая механика? И почему нам это вообще нужно? Почему нам нужно? Где у нас возникает Лагранжевая плоскость, секси-плюзийская геометрия и так далее? Я просто пока описал вам следующую ситуацию. Если задано симплектическое пространство фазовое с базисом, и в нем Лагранжевое подпространство, то вы, вот с базисом таким, каноническим, то вы строите сразу матрицу, которая называется матрица рассеяния. Вы эту Лагранжевую плоскость сможете реализовать стандартным образом, как унитарную симметричную матрицу. Обязательно симметричную. Значит, давайте обратимся к квантовой механике. Что такое квантовая механика? В квантовой механике линейные пространства все над С. Отпорим комплектом числа. Значит, у нас есть Гильбертово пространство, линейное пространство. Давайте, а F кем обозначим? Линейное пространство над С. Линейное пространство. Пространство. Ну, оно, вообще-то, может иметь иногда конечную разминусть, а обычно бесконечную мерность. Вектора С и F называются состояние системы. Состояние системы описывается вектором. Вот, скажем, вся Вселенная, вот есть, соответственно, какой-то вектор в грандиозном гильбертовом пространстве. Ну, изучая отдельную квантовую систему, которую можно считать изолированной от других, вот и она описывается каким-то гильбертовым пространством. Ее состояние в данный момент описывается вектором. Оператор энергии, а механические величины, механические величины, это самосопряженные операторы. В частности, энергия. Энергия. Это оператор H. Оператор. Все механические величины описываются как самосопряженные операторы, эрмитово-самосопряженные операторы в некотором пространстве состоящее. Вот, линейное пространство. Да, пожалуйста, конечномерная модель квантовой механики может быть. Кстати, для лазерных систем квантовое пространство двумерно. Всего-навсего. Так что не думайте в некоторых важнейших применениях гильбертового пространства двумерно. Вот важнейшее применение лазерные системы. Вот идет лазерный луч. Он ему соответствует. Эта квантовая оптика, она описывается двумерным пространством F. Поэтому в некоторых приложениях бывают конечномерные пространства. Ничего особенного. Вообще говоря, это пространство комплексно. Гильбертова. Но, если, как говорят физики, магнитных полей нету, то можно считать, что это комплексное пространство как бы получено из вещественного. Ну, как вот в каждом функции комплексно-значной, но это есть комплексификация пространства всех вещественно-значных функций. Вот это комплексное пространство. И у меня будет как раз такой случай. Так что у меня... Все равно, конечно, пространство нужно комплексно. Значит, H это константа Планка. Константа Планка. Она чему-то равна. Константа Планка и dPsi под это равно Hsi. Вот есть уравнение Шведдингера. Вравнение Шведдингера определяет эволюцию квантовой системы. А H это размерная константа. Но можете выбрать вашу систему единиц, так что H есть единица. Выберите систему единиц, так что в теоретических вопросах это можно себе позволить. В теоретических вопросах. Вообще численное значение константа Планка маленькое в нормальных единицах. Так что так. Но для теоретических вопросов отлично можно любую единицу размерную положить единицей. В физике есть всего три фундаментальных единицы. Константа Планка, константа скорость света в пустоте и еще, значит, вот ньютоновская константа гравитации. Три константы. Три фундаментальные константы есть в природе, остальные через них выражаются. Вот это вот уравнение Шрёдингера, квантовое, оно является фундаментальным. Значит, надо иметь в виду следующее. H стационарная величина. Это означает, что до H от времени не зависит. Вот гамильтониан H, пусть такой, что он один и тот же во все моменты времени. Стационарный. Но обычно фундаментальные гамильтонианы таковы. Тогда вы можете использовать метод Фурье. Метод Фурье. Вы можете решать уравнение H Пси равняется Эпсион Пси на собственное значение. Вот это вот называется, вот так сказать, Эпсион называется энергией. Вообще, вот эта операция энергии называется гамильтонианом в физике. А численное значение энергии вот так. В состоянии Пси H Пси вот эта вот величина называется, это скалярное произведение называется средним значением энергии в данном состоянии. Вообще, если у вас есть механическая величина, описываемая оператором H, то такое скалярное произведение Пси на H Пси называется средним значением данной величины в этом состоянии. Но для энергии мы можем пользоваться методом Фурье и решать уравнение на собственное значение. Вот уравнение на собственное значение. Надо помнить, что это уравнение не является абсолютным фундаментом природы. Фундаментом природы является уравнение Шрёдингера временное. Метод Фурье это вы, так сказать, вместо этого уравнения решаете уравнение на собственное значение, а потом просто разлагаете по базе. Вообще первый, который начал использовать метод Фурье не для тригенетических функций, а для дифференциальных операторов, был наш математик Остроградский. Вот Владимир Андреевич Теклов, он стал разлагать по собственным функциям дифференциальных операторов. Владимир Андреевич Смирнов это лет 80 спустя строго доказал, что там сходимость будет, полнота. Да, ездил в семинар, Гильберт рассказывал подробно. Но Гильберт это такой тип был, он все поселил всех, все русских не цитировать. Кстати, он истреблял истретирование и там Пуанкерре Фрэнгольма, и все. Был большой патриот в своей школе. Кстати, приказывал, как Констанция Рейд пишет, Вигелю приказывал не цитировать Александра Росифа Чагельфонда, а еще там истерить и так далее. Гильберт был такой, и так чувствую, он истреблял вот выдающийся работу Владимира Андреевича Смирнова, который вот доказывал еще. И, кстати, Смирнов, этот, Теклов, опубликовал работу Астроградского, который первый предложил об общении метафория на дифференциальные операторы. Ну, разумеется, без доказательств, теорема сходимости. Это вообще большая наука, называемая функциональным анализом, будет изучаться. Вот если матрицы, в линейной алгебре вы вот матрицу берете, ищите ее разложение на собственные значения. Собственно, вектора. А когда вы начинаете работать с бесконечно мерными пространствами, оператор аж может быть дифференцирован содержать. Пространство в функции бесконечно мерные. Это хитрое дело, целая большая наука есть. Величайшие ученые Герман Вейл, Джон фон Нойман, ученики Пуанкаре, Фред Гольм начали с этого, потом Гильберт и Шмидт, и так далее. Фон Нойман внес фундаментальный вклад в современной терминологии Джона фон Ноймана. Это значит, вот, на это нас все навел порядок. Это сложнейшая вещь. Вообще, что такое, как понимать проблему собственных векторов и собственных значений в бесконечно мерных пространствах. Это сложная наука. Но мы с вами сейчас физики, нам надо все чихать. Мы будем думать, что все попросту и хорошо. Например, может быть так называемый непрерывный спектр, когда вот здесь Эпсио меняется непрерывно. И могут, может случиться, что собственные вектора Пси не принадлежат исходному Гильбертову пространству. Самое нормальное дело. Если кто-то знаком с элементарным анализом, возьмите H, оператор, дважды дифференцирования. Д2 по ДХ квадрат. У него собственные функции какие? Синусы и косинусы, да? Так они не принадлежат Гильбертову пространству квадратично интегрируемых функций на осей прямой. Извините, у них интеграл расходится. Это вопрос интеграл квадрата. Не принадлежат. Возникает непрерывный спектр. Но оно это простейший случай. Так вот вы имеете в виду, что вот есть такие всякие фантазии. Но нам сейчас на это дело все, мы игнорировали. Ну, больше словно все, чем синуса и косинуса у нас не будет. Вот с синусами и косинусами нам придется иметь дело непрерывный спектр. Вообще вот возникает такой вопрос серьезный. Вот возьмите дифференциальный оператор второго порядка. Д2 по ДХ квадрат. А у него такие собственные функции могут быть при отрицательных энергиях, как Е в степени КХ. Не мнимая единица КХ, а вещественная КХ. Она в одну сторону бывает как экспонента, а в другой растет. Вот эти такие собственные функции никакого отношения к Гильбертову пространству не имеют. Их надо просто взять и выбросить. А вот если собственная функция растет и быстрее, чем многочлен, или даже ограничена, как синусы и косинусы, она хотя и не принадлежит к Гильбертову пространству, но она нужна для разложения по базису. Поэтому это ситуация непрерывного спектра. Она не принадлежит к Гильбертову пространству? Зачем? Какие фантазии? Это нам не нужно. Теорема о спектральном разложении требует учета непрерывного спектра. В одномерном случае есть теорема напрямую, что если собственные функции растут не быстрее многочлена, они нужны для обслуживания Гильбертову пространства. Если они растут со скоростью быстрее многочлена, но с той прямой, они... Надо вышвоевать. И все. И что с ними делать? Все это... Ну, это наука сложная. Вы знаете, ее даже вот на мехматах не преподаются. В физике, кстати, обычно не знают. Очень сложно. Телерасширение по фонойману и так далее. Потому что это очень редко встречается. Такие вот нас настоящие сложности. Очень редко. Тем не менее, вот мы сейчас с вами находимся в такой ситуации, где у нас сверхсложности никакой не будет. Никакой не будет сложности. Мы работаем только с простыми вещами. Мы не хотим сложности функционального анализа. Не хотим. У нас разные точки зрения со специалистами по функциональному анализу. Мы, так сказать, пришли из гометрии, топологии. Из круга физиков, теоретиков. Но мы хотим, так сказать, получить ответ. Мы анализ по-старому хотим использовать. Содержательные свойства. Я вот... Меня не смущает мой друг один, который любит доказывать теорему, говорил, что это стандартная точка зрения в мире специалистов по уровню частных производных. Ну, хорошая работа, удалось удержать минимум 500 страниц доказательств. 500. Ну, а мы люди скромные. Ну, а мы по странице устраиваем, лишь бы факт был хороший. Они ценят доказательства, так сказать, логику доказательства. Мы же ценим факты. Так сказать, нам это вот... Ну, и можно иногда, между прочим, не строго их получать факты. Так, вы знаете, если так вот чуть-чуть не строго себе позволить, еще Римман штук пять доказательств гипотези Риммана дал. Вообще-то, если небрежно обращаться с самосупряженными операторами, существует не менее тысячи доказательств гипотези Риммана. Если вы хотите воспользоваться гипотези Риммана, как, скажем, для описания законов природы, ради бога, она установлена лучше, чем любой другой из законов природы. Можете пользоваться и плевать на чистых математиков. Смотрите. Что они там? Они будут еще тысячу лет, может быть. А может быть, в следующем году решат, а может через тысячу лет, эту проблему. Но она установлена для нужных законов природы лучше, чем эта. Я вот как раз, когда присединился в том свидании, где моему другу Миша Громова вручали премию Абеля, вот как раз, вот, ну, доклад был о его работах, и его друг, известный геометр, говорил так, что, знаете, у Громова лучшая работа его открыть. Я их коротко записан. Длины большой не требуются. Но этим отличаются вот специалисты в топологии, как, впрочем, в теоретической физике, от специалистов по теории функции, функциональному анализу. Это разные области, мы их, как говорится, уважаем, но с ними... Какой именно часть математики вы выберете, зависит от вашего вкуса, и там, и там есть своя красота. Вот, что, своя красота. С нашей точки зрения, основные проблемы теоретических давно решены. Вот это, так сказать, ничего не поделаешь. Вы знаете, когда Каши появился, это была знаменитая работа. И Апсилон, Дельт открыт доказательства. Такой был выдающийся астроном, да и аналитик Клеро. Он сразу испугался, он все свои работы проанализировал. Но все равно проанализировали, поняли. Во всем предшествующем несколько сотлетнем развитии анализа строительства не было, но ни одной ошибки серьезной тоже начинали не было. Все было правильно. Поэтому анализ это имеет два лица. Вот анализ, с которым мы сталкиваемся, это важно иметь в виду, когда вы работаете, встречаетесь с кругом физиков, где я, в частности, проработал несколько десятков лет, что вы... Анализ имеет два лица. Анализ, с одной стороны, это раздел математической логики, который возник после Кашид. Да действительно, безумная длина строгера доказывает. Ничего не поделаешь с этим. И, кстати, они бывают замечательные, интересные и красивые. Я глубоко уважаю эту науку. И анализ как раздел естественных наук, где вы с нужной, так сказать, инженером, физиком, точностью получаете результат. И длина этих двух вещей при том же результате отличается на сотни раз иногда. 24 минуты, 25 минут. Окей. Так, теперь давайте мы найдем нам нужную... 25 минут. Значит, граф. Во-первых, давайте у нас графы. 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 Вот у нас пусть граф имеет. Граф — это есть одномерный комплект. Граф. Граф. Его хвосты. Значит, у нас Гильбертово пространство реализуется как пространство функции на графе. Пространство функции на графе. Каплекс назначенных функций на графе. Граф может иметь К хвостов. Мы считаем, что квантовая механика, это называется quantum wires, то есть квантовые такие струны, они реально делают, что это объект, в том числе, так сказать, могущий, имеющий структуру прямой и физически реализуемой системы, в том числе инженерного значения, в принципе. Впрочем, когда я этим занимался, еще инженерное значение не обсуждалось. И вот на графе мы рассматриваем операторы. Операторы типа Шрёдингера. Вещественные. Но мы требуем, чтобы они были одинаковы во всех хвостах. Что во всех хвостах наш оператор представляет собой просто асимптотических хвостах, ну давайте житый хвост, координату обозначим х житая, это хвост с номером G, Q это хвост с номером G. Оператор имеет вид D2 по Dx житая в квадрате. Это наш оператор Гамильтона, имеет вид энергии, имеет асимптотических хвостах такое значение. Поэтому мы определяем... Мне удалось определить симптотический... Оператор самосупряженный. И вот есть такое пространство решения. H, КТ. Мы решаем уравнение. H, Пси равняется К квадрат Пси, при К квадрат больше нуля. Энергия. То же самое, К, который кричит. Да, то же самое. И мы ищем это. При К больше нуля мы имеем следующее. При каждом фиксированном К у нас существует какое-то пространство решений на графе. Давайте введем пространство H, бесконечность К. Это вот что такое. H, бесконечность К, это совокупность тех решений этого уравнения, которые определены только в окрестности бесконечности. Мы не знаем, не знаем, определяны ли они, продолжаются ли они на весь граф. Самосупряженные уравнения. Оператор наш самосупряженным. Что это значит, это другой вопрос. Кстати, интересно, что вообще симплитические идеи впервые, вот еще в начале 70-х годов, мы обсуждали с Израилем Исейчем Гельфандом. Он внес тут ценную идею, которую, впрочем, мне удалось использовать только несколько десятилетий спустя. И вот, значит, мы обсуждали под пространство. В каждом хвосте у нас имеется решение этого уравнения. Но в хвосте оператор имеет вид простейший второй производный. Поэтому в житом хвосте у нас имеется решение синус КХЖТ и косинус КЖЖТ в житом хвосте. В житом хвосте имеется двумерное пространство решений. Суммарно это будет сколько хвостов? Н хвостов. Н хвостов. Это пространство имеет размерность... Давайте R2N. Пространство решений на бесконечность. Можно задать такой вопрос. Сколько из них продолжается внутрь, на весь граф? Вот у нас... Я задал на бесконечность решения. Здесь синус и косинус линейную комбинацию какую-то, здесь другую линейную комбинацию, здесь третью линейную комбинацию. Вот сумму этих пространств под всем хвостом я называю бесконечно удаленным пространством. Это совокупность решений, которые определены только в окрестности бесконечности на графе. И это есть двумерное пространство, состоящее из синусов и косинусов в каждом хвосте своем. Введем в него симплетическую структуру. Разные хвосты ортогональны друг к другу, а внутри каждого хвоста есть скалярное произведение, которое я в самом начале определял, это роминантом Вронского. Это есть стандартный симплетический баллис. В каждом хвосте. Теорема. Вот это основная теорема. Теорема. Давайте я сейчас прямо перед концом ее сформулирую. Теорема. Для того, чтобы вектор из этого подпространства, то есть решение, заданное в каждом хвосте, продолжалось до решения собственной функции при этой же энергии, определенной на всем графе, вот совокупность таких всех образует лагранжевого подпространства. В этом симплетическом пространстве. Размерности равны ровно половине. Мне, кстати, мой друг, если в Бенштейн, крупный специалист, я, кстати, вообще-то пришел не из физики к этой задаче, а из такого осмысливания теории Сейнберга, связанной с областями на плоскости Лобачевского. Там вот области, уходящие к бесконечности. Миша Громов один раз полезное замечание на своих лекциях сделал, что если смотришь на геометрию Лобачевского с далеких расстояний, она выглядит как граф. Вот так вот, как теории, почти одномерные и прочее. Я решил заменить теорию Сейнберга, просто вот рассмотреть операторы на графах. И все, я не из физики пришел к этому. И мне Бернштейн, крупный один из лучших специалистов, говорил, что да, конечно, там лагранжевое подпространство. Я говорю, сам это независимо отстроить тоже. Я говорю, где ваша работа, Йосик? Он говорит, тут не опубликовал, знаете. Я говорю, вы же раньше публиковали свои работы. Он говорит, мне Израиль Моисеевич приказывал, я и публиковал. Но, конечно, в классической литературе по теории чисел, они где-то между строк, где-то это используют, пропуская там формы, эти знаменитые автомашные формы и так далее. Потому что без этого нельзя доказать, что оно половинной размерности. Без этого. Это фундаментальный факт. Оно всегда является лагранжевым. Это подпространство. Ну, если оно является лагранжевым, то тогда мы определяем матрицу рассеяния и приходим к конечному результату, что физическая матрица рассеяния этой квантовой системы всегда унитарна, что, конечно, без этого и работы печать не примут, и симметрична. Что вот что я взял, так сказать, всегда является симметричной унитарной матрицей. Именно в этом виде. Там в мире физиков, как говорится, не продашь теорему о том, что вот что-то является лагранжевой плоскостью. Это надо в мире геометров продавать. Там надо продавать теорему о том, что унитарная матрица симметрична. Это, так сказать, это вот... Ну, вот это вот... Надо сказать, что я на самом деле определил симплектическое скалярное произведение решений на графе, в том числе графе без хвостов, который принимает значение в одномерной группе гомолодий графа. Такое векторнозначное, и из которого это уже элементарно вытекает. Вот такой вот центральный результат, связь, что, оказывается, вот это вот пространство бесконечно удаленных решений, двоймерность, оно симплектическое, и пространство решений продолжаемых на граф всегда является лагранжевым подпространством. Оно порождает матрицу рассеяния физическую, и в частности следствия, что матрица, физическая матрица рассеяния, унитарная и симметрична. Кстати, этот результат, как я говорил, являлся, безусловно, новым для той литературы, соответствующей физической. Значит, вот мне позвольте на этом кончить. И, кстати, хочу сказать, что эти элементарные вещи, тексты, я это все публиковал около 97-го, 8-го и 9-го года. Я уже говорил в сборнике в честь 6-ти веке Владимира Игоревича, Арнольд это был давно. Хотя эти простые соображения, они, тем не менее, до сих пор остаются актуальными. Спасибо за внимание. Есть время на один или, может быть, даже два вопроса? Один вопрос. Да. Теперь, скажите, один или нет энергии? Это ламя, но вот так, а потом, да, где-то нет. Вот это вот называется энергия. Оператор энергии, а это энергия как число. Вот, а еще один вопрос. А топология графа влияет только на уровни, так сказать, одномерных гомологий, да? Одномерные, видите ли, вот, допустим, мог бы я, скажем, одномерные гомологии здесь открытые берутся. Открытые. То есть, на самом деле, вот, скажем, для прямой, для прямой, например, одномерная группа гомологии есть R. H1 открытая, опен, равно R. Вот спрашивается, где реализуется это R? Ну, отлично, берете детерминат Вронского на втором курсе. Фиш 3 в Пси минус Псиш 33. Теорема состоит в том, что это константы, между прочим. Это вот симплетическое скалярное произведение определено. Да, это в этом случае. Смотрите, если граф не имеет симметрии никакой, все равно, вот эти вот, сколько хвостов? Число хвостов минус 1. Вот какой ранг одномерной группы гомологии открытой. H1, опен, здесь число хвостов, 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 минус единица. Вот это, вот это вот открытый цикл. Вот это вот открытый цикл. Если бы я применял компактным графом свои конструкции этого симплетического произведения векторно-значного со значением в группе гомологий, то для графов общего положения, где собственные значения являются однократными, все ноль, симплетическая форма была бы нулем. Но если есть групповая симметрия у оператора Лапласа, то ничего подобного. Если вы захотите решать обратную задачу спектральной теории операторов на графовской тривиальной топологии, восстановление, вам неизменно придется принять во внимание наличие симплетических столярных произведений. Если вам еще известно, что коэффициенты оператора симметрию удовлетворяют. Неизменно. Все, нет, уже... Давайте еще раз поблагодарим докладчика. АПЛОДИСМЕНТЫ